Лучшее в стране Здравствуйте, друзья! Это телерадиоканал «Страна.ФМ», программа «Лучшее в стране» в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. С радостью представляем, друзья, у нас в студии сегодня находится Алексей Ритиюм, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», наш добрый друг. Здравствуйте! Саша Фролова, да, дизайнер-художник. Добрый день! И Мария Гальперина, генеральный директор компании «Яркие люди». У нас вообще люди яркие, я вам хочу показать. Еще один сюрприз здесь будет. Там вообще яркий человек появится. Очень яркий. Добрый день. Итак, друзья, 1 сентября не только начало Нового года для школьников, но это будет еще яркое событие в мире искусства. Рассказывайте. Ну, вы знаете, такого события не было еще никогда за все 312 лет жизни ботанического сада МГУ «Аптекарского огорода». Надо сказать, что 1 сентября он превратится в сад эпохи барокко. Это будет как будто такой прыжок на 200-250 лет назад. 17-й, 18-й. Да, 17-й, 18-й. Причем там будет звучать такая музыка, да, музыка эпохи барокко. Там будут театрализованные представления, там будет костюмированное шоу. Причем, как известно, активность очень важная, такая культурная активность той эпохи как раз очень часто и проходила именно в садах. Да, в садах, которые были при разных дворцах, при виллах. И мы решили организовать такую вот перформанс, да, такого путешествия в барокко, чтобы оно было путешествием многосторонним, разнообразным. Да, во-первых, и сад наш основан был в 1706 году. Это как раз эпоха барокко. Да, к тому же Генделю, Георгу Фридриху, музыка которого прозвучит во время этого представления, было на тот момент 21 год. Это пик его карьеры, к примеру. Так что та музыка, которая будет звучать, она и писалась тогда же, когда был основан этот сад. Ну и, несмотря на то, что у нас было очень много различных концертов, все-таки, знаете, там были отдельно зрители, отдельно артисты. А на этот раз весь сад заполнится звуками, музыкой. Гости будут... Вовлечены в процесс. Вовлечены в процесс, да. Их будут встречать артисты. Будет какое-то между ними взаимодействие, какие-то разговоры. И первое, кто будет встречать всех гостей на центральном нашем портере, будет Мария Антонетта. На минуточку, да. Да. И, естественно, смотрите, это не будет прямо непосредственно, конечно, попытка реставрировать и воспроизвести ту эпоху, там, деликатно. Знаете, это фантазии на тему барокко, да? Фантазии на тему эстетики барокко, правильно? Я более-менее, да, там объясняю, естественно. Да, потому что просто реставрации было бы, может быть, даже немножко неинтересно. Тем более, что, как мы тут много раз уже говорили, мы же не можем досконально знать, как тогда все это проходило. Долгожителей немного, да. Это скорее бы создание атмосферы той эпохи, вот этой фантазийности, эстетики, но в современном уже ракурсе и ключе. Слушайте, начало в 7 вечера, и определенный дресс-код приветствуется, расскажите вот об этом. Ну, желательно, чтобы люди хоть какие-то части их одежды, да, если уж не целиком... Ну, мы это обозначили как экстраваганза, то есть, чтобы люди пришли уже с таким настроением поглощать это искусство и красоту, и стать частью ее. Понятно, что очень непросто себе сделать исторический костюм, но найти красивый головной убор, прийти в длинном платье красивом... Украшения какие-нибудь взять, конечно. Ну да, это, конечно, тут же придаст этому событию дополнительный лоск. Просто пофантазировать на тему барокко, я сегодня вот являюсь маримиром. Хоть бы хотел сказать фантазию, которая воплотилась в живую, вы прекрасно выглядите. Спасибо большое. Саша, это что-то. Еще один участник нашей программы, который вот сейчас появится, и у него очень необычный костюм. Ну, нам, конечно, нужен твой комментарий, чтобы мы понимали, что сейчас происходит. Итак, друзья, лучше нас, конечно, смотреть, не только слушать. Мы попросим сейчас еще одного участника, он в специальном костюме и появляется в эфире Страны ФМ. Как здорово. Саша, что мы сейчас видим? Ну, это один из моих костюмов, созданный для перформанса Марии Антуанетта. Эти костюмы были созданы весной этого года для открытия сезона в садах Этрита во Франции, в Нормандии. Это место, в котором раньше существовала первая ферма Марии Антуанетты. И сад вдохновлен как бы историей и личностью Марии Антуанетты. И поэтому я пофантазировала на эту тему и создала для... Сам по себе этот сад очень красивый и имеет такие невероятные ландшафтные формы. И эти костюмы прекрасно сочетались с тем, что было вокруг. И теперь, в общем, я с ними выступаю по всему миру. Да, да, именно таких персонажей. Такая переработка костюмов уже эпохи Рококо, эпохи Марии Антуанетты, переосмысления в современном ключе. Ну, сверху паричок-то явно читается. Много ли у участников в таких костюмах? Будут каких цветов они появятся в аптекарском огороде? Они будут белого и золотого цвета. Но белый цвет выбран сознательно, поскольку это такие как бы ожившие парковые скульптуры. В садах и парках той эпохи, в регулярных садах часто ставились белые скульптуры мраморные. Это вот тоже аллюзия к этой истории. Я переживаю за наших слушателей, кто, к сожалению, нас не смотрит сейчас, может быть, едет в автомобиле. Тут надо объяснить, что ожил персонаж. Мы сейчас видим буквально какого-то героя из исторических фильмов. Костюм сделан, я даже не знаю, как это объяснить, но как будто воздушный шар. Это надувной костюм из латекса. Объёмная скульптура, если вы хотите, потому что у нас всё, что будет в нашем парке, это будет визуально очень необычно. То есть молодой человек такой, как будто он такой весь пластичный, как будто он занимается балетом. У него точно ожил придворный какой-то. И хочется сказать, что вот всё творчество Саши Фролова — это очень неожиданные образы, объёмные, яркие. Да, в таком как бы надувном костюме, но в интересном смысле слова. В общем, посмотрите скорее на скульчайте. Невозможно описать словами. У всех будет возможность прийти всё-таки 1 сентября и скажите, можно ли сфотографироваться будет с участниками в таких костюмах? Без ограничений, без ограничений. Можно будет снимать на видео, можно будет записывать вообще всё, что угодно. Какие-то ролики, можно будет фотографировать телефоны, фотоаппараты. 1 сентября, и это именно вечеринка, всё равно стартует в вечер. Это театральный променад, концерт. Это не вечеринка. Вечеринка, я тут хотела прочеркнуть слово «вечер», чтобы не приходили. Это вечер, да. Не утренник. Начинается в 19 часов, но можно прийти раньше, посмотреть прекрасное оранжерея сада. В 19.00 начинается театральный променад, как раз-таки вот с этими образами волшебными. И потом гости переходят на поляну, где будет у нас концерт. Концертное поле оно у нас. Да, концертное поле. Об этом, о концертном наполнении мы ещё поговорим. Сейчас небольшая пауза. Отпускаем молодого человека. Благодарим вас. И до встречи в аптекарском огороде. Не переключайтесь, друзья, мы скоро вернёмся. Будьте страной. Сегодня в гостях у страны ФМ директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ритиюм, Саша Фролова, дизайнер-художник, и Мария Гальперина, генеральный директор компании «Яркие люди». Мы обещали до нашего небольшого музыкального перерыва нашим слушателям и зрителям рассказать, какая программа ждёт. То есть вот они придут, уже поняли, что нужно приходить красивыми, мероприятия в стиле барокко. Ночь барокко. Ночь барокко, да. А что же будет? Чего ждать? В первой части это наш театральный променад. И в разных частях этого сада у нас замысел того, что сад оживает и начинает разговаривать, начинает рассказывать разные истории. И это будут очень интересные монологи, актёрские стихи эпохи барокко и разные неожиданные сюрпризы, которые встретятся. И у нас есть фантазии на тему барокко, и у нас есть традиционная история барокко. Это театр Трианон, который в традиционных исторических костюмах, которые тоже будут в этом саду. Это ожившие тоже картины. Это все артисты, то есть в Сашиных костюмах артисты и... Артисты в костюмах. У нас есть ещё один дизайнер, с которым мы тоже много работаем и тоже её очень любим. Это два самых, на мой взгляд, любимых и талантливых дизайнера. Вот Саша Фролова и Венера Казарова, которые тоже представят свои работы. Мы с Венерой работали, кстати, на проекте «Большая опера». Мы делали четвёртый сезон с ней вместе, сделали костюмы для этого проекта и теперь снова встретились вот на этом замечательном проекте. В костюмах, я так понимаю, театральные балетные артисты, да? Да. Просто так вот кто-то... Да, не просто модели, да? Ведь вы не то, что мы сейчас видели. Нет, конечно, потому что у каждого этого артиста будет роль, а главная роль в этом саду будет отведена именно Мария Антуанетта с её святой. Вот вы видели как раз-таки одного из придворных вожей, которая будет встречать гостей и задавать тон этому вечеру. Мария Антуанетта, кто в роли Марии Антуанетты? В роли... То есть у вас... Она уже к нам пришла. Да, королева-королева-бала, она сегодня с нами. Я, между прочим, всё ещё до октября этого года действующая альтернативная королева мира, поэтому... Есть такой в Лондоне конкурс Alternative Miss World, и я в 2014 году заняла там первое место, он проводится раз в пять лет, и я вот всё ещё... Как удобно слушать. А что это за конкурс? Я никогда не слышал, даже очень интересно. Это конкурс среди художников, и... Кто-то я млею. На самом деле, среди современных художников, любых, он об альтернативной красоте. И о трансформации, ну, собственно, о том, что несёт искусство. Он проводится среди разных экстравагантных личностей, в общем, проводится в Лондоне с 75-го года, и это такая уже вот давняя традиция. То есть текущую пятилетку мы сейчас находимся в студии с самым экстравагантным человеком из-за земли мира мира мира. Ух ты! Это приятно. На её шоу мы увидим в Галлическом саду. Этот конкурс проводился в Шекспировском театре, Глобусе, на берегу Темзы, и меня на зеркальном троне пронесли на руках. Ничего себе. В общем, этот дух мы ощутим 1 сентября и в аптекарском городе. Саш, какой-нибудь костюм для Алексея предназначен, что у него... Нам сказали, что Алексей никогда ни во что не оденется. Раз в 312 лет и Алексей тоже может переодеться. Попробуем, подумаем, может быть, действительно что-нибудь такое. Видите? Там Людовик 16-й, да, подходит, да? А он нам не подойдёт. Не отходя, а дело. Это всё хорошо, но там же будет ещё и концерт. Да. Вот давайте об этом. У нас Мария Антоната как раз-таки открывает наш концерт, и на этом её роль не заканчивается, потому что в концерте у нас звучат интересные барочные арии, и в концерте тоже присутствует сочетание традиций и современности. Мы начинаем концертом традиционными ариями, исполнением барочных танцев, а потом у нас концерты преображаются и наполняются опять-таки образами Саши Фроловой, и это совершенно необычное впечатление, когда в её костюмах появляются оперные исполнители. Фантастика. Они тоже будут в этих... Воссозданы два номера, которые были созданы специально для телеканала «Культура», для проекта «Большая опера», и одна из участниц проекта «Большая опера» будет исполнять две арии. Она прилетает специально к нам. Первого сентября. Нет, она прилетает раньше, что мы будем репетировать. То есть мы увидим её, да, первого сентября. А что тут прозвучит в её исполнении? Ария «Царицы ночи» Моцарта из оперы «Волшебная флейта» и «Ария красоты» из оперы... Ну, Генделя. Ну, знаем. «Триумф красоты и правда». И правда, да. С 19 до 23 часов, дорогие друзья, всё это случится 1 сентября в аптекарском огороде. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после которой вернёмся к разговору. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина, Роман Шаха в студии. И у нас сегодня замечательные гости. Алексей Ритьюм, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Саша Фролова, дизайнер и художник. И Мария Гальперина, генеральный директор компании «Яркие люди». Мы в очередной раз приглашаем вас. 1 сентября состоится невероятное мероприятие «Барокко Найт». С 19 часов вечера вот о нём и говорим. Так быть в костюмах, есть дресс-код. Ну и будет такая интересная встреча. То есть там будет много артистов и будет ещё плюс концерт. И артистов встретим вживую в парке, да? Да. Что важно. Но не только этим живёт «Аптекарский огород». У вас столько мероприятий. И в частности, вы даже причастны к таким, к политическим. Ну, надо быть не только центром культурной жизни страны, как мы пытаемся вот последние десятилетия, да, ботанический сад МГУ явно не может ни один другой сад сравниться не только в России, наверное, а и в мире с такой обширной и разнообразной культурной программой, как и у нас саду, правда. По несколько концертов в неделю, свой собственный театр, постоянные художественные выставки, я уж не говорю про ботанические выставки. Культурный центр. Да. Но ещё мы решили стать и политическим центром. И впервые за всю историю у нас 9 сентября сад превратится ещё и в избирательный участок на выборах мэра Москвы. Причём туда можно будет очень легко прийти. Из любого района любой житель Москвы берёт открепительное удостоверение, сейчас это в интернете на госуслугах, и в любом МФЦ или там какой-нибудь территориальной избирательной комиссии получил открепительный талон, совершенно бесплатно пришёл в этот день в ботанический сад, посмотрел на выставку «Мир, труд, урожай», который откроется за день до того в день города с самой огромной, более чем 500-килограммовой тыквой. И на всякие там будут невероятное разнообразие самого... Там будут и фрукты, и овощи, и из нашего сада, и из другой его территории. И плюс проголосовал. Да, да. Вот. Это будет эта выставка. Потом ещё будет выставка скульптур, которая делается вместе с Росизо. Это такой государственный музейно-выставочный центр, который сейчас открывает там всё новые и новые павильоны на ВДНХ. И вот у нас там целых две выставки уже откроются. Ну а вечером тоже будет концерт. Вот. Концерт начается в 7 часов. Будет выступать замечательный пианист Филипп Чельцов, с которым мы очень интересно сотрудничаем. И будут звучать не только произведения для баритона и для тенора, которых мы приглашаем, Денис Аполлонин. И, значит... Ну это всё 9 сентября. Это всё 9 сентября. Да, да. Чтобы не смешалось всё в главах. 9 сентября, да. Ну и прозвучат ещё и фортепианные импровизации вот на тему тех произведений, которые будут исполняться. Вот. Причём Битрий Неконоров, тенор. Вот. И он замечательный артист. Закончил у нас Щукинский театральный институт. У нас тоже уже несколько раз выступал в аптекарском огроде. Его очень рекомендовал нам Евгений Владимирович Князев. Вот. И сказал, что просто замечательный певец. Его голос немного напоминает изобедного Сергея Яковлевича Лемешева. И вот мы надеемся, что таким образом все те, кто придут по этим открепительным удостоверениям в аптекарский огород 9 сентября... А таких сейчас стало больше, Алексей. Огромное количество. Вся страна. Да, вся страна. Они придут, ещё смогут прийти бесплатно на этот концерт, на концертном поле. То есть у нас будет в этот день просто... Смотрите, две художественные выставки, концерт. Будет замечательный совершенно ещё вот такой... Ну, в этот день... Как это называется? В общем, мы готовимся к этому дню. И это будет просто праздник в течение целого дня. Там будет всякая торговля, разные там сувениры. Ну, в общем-то, Павел... В общем, будет очень-очень интересно, насыщенно. Да, будет такая жизнь. Весь сад будет там кипеть жизнь. Вернёмся к 1 сентября. Всё-таки мы анонсируем это мероприятие вечером. И у нас есть ещё интересный видеоряд. Что мы сейчас увидим? Наверное, Саша, да, скажешь? Да, Саша сейчас прокомментирует. Мы как раз увидим небольшие кусочки моего перформанса. Давайте посмотрим. Две дерева заводят ключом. И кусочки моего перформанса. Вот это уже женские костюмы. Это Мария Антонетта. То есть вот таких героев мы увидим в аптекарском огороде 1 сентября. Ух ты. Ну тут нужно комментировать... Таких будет 6 костюмов. Каска какая-то, да? Такая наяву. Красиво, красиво. Люди удивляются. Ну и это всё вот. Мы, все наши проекты, которые делаем, это именно ожившие какие-то сны, миражи, фантазии. Ведь это только эти образы, которые вот родились в голове у Саши Хроловой. И это её... Очень красиво. Такое видение красоты и мира. Я уже тут Саше задавала вне эфира обывательские вопросы, как долго вот это всё придумывается и создаётся. Саша мне сказал, придумывается быстро, создаётся месяц. Уже, видимо. Вопрос такой банальный. Ну правда, очень интересно. Их тем более так много, разных цветов. Ну в общем... Я уже 10 лет занимаюсь созданием костюм и скульптур из латекса. Работаю с технологией надувных скульптур. И я сама выступаю как перформанс-артист. У меня есть музыкальное шоу с надувными костюмами, с электронной музыкой, где я как исполнитель выступаю и как создатель, собственно, всего визуального ряда. Как композитор, Саша? Ну и как соавтор, да. Так как мы пишем специально треки для этого проекта в соавторстве с композиторами. Вот. И также я выставляю скульптуры по всему миру. В прошлом году у меня была большая персональная выставка в Перми, в Пермском музее Пермэм, Музее современного искусства. И она вошла в десятку самых посещаемых за прошлый год выставок по России. По статистике, там, в некоторые дни туда стояла очередь и проходила там по 1700 человек. Ну и здорово, это приятно, конечно. Вот. И для меня это просто вообще невероятно. Три этажа музея были заполнены только моими скульптурами. Вот. А 13 сентября у меня открывается выставка в Санкт-Петербурге, в торговом доме ДЛТ, где один из этажей будет превращен в выставочное пространство. Ух ты. Нас там тоже смотрят, слушают, так что ждите. 102 FM, делайте погромче. Ждите гостей, да. По поводу музыки, как вам так удается совмещать и художник, и дизайнер, и композитор, и певица? Как вот, Саша, расскажите. Мне кажется, что современный художник должен быть художником синтеза, такого мультисинтеза. И за этим будущее современного искусства. И мне интересно совмещать разные жанры, придумывать новые жанры и делать что-то, чего не делали до меня. Что еще в планах, Саша? Вот я перечислил несколько видов искусства. Может быть, что-то еще? Да, сейчас я делаю костюмы для оперы «Волшебная флейта», для театра «Геликон-опера». Премьера будет в ноябре этого года. Я думаю, что получится такая очень оригинальная постановка. А также я делаю костюмы для такого театрального проекта «Петрушка» в Московской филармонии, который будет проходить с оркестром и с артистами коллектива «Антикварный цирк». То есть это будет симфоническая музыка и цирковое искусство совмещения музыки Стравинского и балета «Петрушка», но с цирковыми артистами. Ой, вот так говорят. Неважно, неважно, как ты выглядишь. Есть ли что-то лишенное искусства в вашей жизни, Саша? Такое простое, мирское. Нет. Ну, как-то совсем ничего не осталось. Иногда Саша ездит на машине, да, вот это, наверное, и ясно. На карете, видимо. Друзья, мы совсем скоро вернемся, у нас небольшая пауза, будьте со стороны ФМ. Дорогие друзья, Алексей Рытьюм, Саша Фролова и Мария Гальперина готовят для нас большое культурное событие. 1 сентября «Аптекарский город», приходите, там будет ночь барокко. Да, и мы продолжаем рассказывать, что ждет зрителей наших и слушателей. Итак, продолжаем говорить о концерте, да? Ну, еще несколько слов хотелось сказать, что мы с Сашей Фроловой сотрудничаем уже давно, потому что начались художественные выставки уже несколько лет назад, регулярные художественные выставки в саду. И выставки современного именно искусства в саду, что важно. И у нас на старинном пруду два года назад в рамках выставки, которая называлась «Корень нового», был замечательный объект, где-то был гигантский, несколько метров. Четырехметровый, прозрачный цветок плавал в центре пруда или на пушинку. Ну, в общем, у всех свои были ассоциации. И два года назад, когда я получил фотографии из космоса, ботанического сада, то первое, что бросалось в глаза, это как раз вот этот вот плавающий, он тоже такой светлый, надувной был вот этот вот гигантский цветок. Он с зеркальными частями, он сияющий. А представляете, как ты МКС думаешь, что же вы там вырастите? А теперь, вот опять же, сейчас, с 1 сентября, да, будет еще новой вашей работы у нас. И я надеюсь, что можно... Да, и 1 сентября будет одна из моих скульптур тоже представлена. «Карусель» называется, да? И будет, я надеюсь, что возможность еще присоединиться к нашему вот этому фестивалю, который называется «Арс Хортус», да? С удовольствием, да. Вы уже видели, сколько у нас по всему саду замечательных работ, и Ольги Муравиной, да, вот сколько там разных синих птиц, да, Сергей Соболев, да. У нас, потому что весь сад сейчас просто, куда ни посмотришь, обязательно какие-нибудь интересные скульптуры, арт-объекты, картины, причем иногда картины на стекле, поэтому их можно размещать прямо в саду, они не боятся дождя, и это здорово. Причем в самых таких закоулках сада вдруг натыкаешься на Венера, например. Очень радостно, что наконец-то в российском прекрасном саду, как в Версале, выставлены объекты современного искусства. Я в этом году в Версале выступала со своим электронным проектом «Акваровик» на прекрасном мероприятии «Балда-Версаль», и думала, почему же у нас не делают таких волшебных мероприятий, как в Версале. И вот мои мечты просто претворились в реальность. А возвращаясь к концерту, мы тоже поучаствовали в этом фестивале, и я имею в виду мы как ботанический сад, и как московский университет. Дело в том, что вот уже 17 лет назад в МГУ тоже стали огромное внимание уделять именно культуре. Был создан даже специальный факультет, впервые за более чем два века существования, два с половиной века существования университета, называется факультет искусства. И в нашем концерте «Барокко-найт» будет принимать участие студент факультета искусств, контр-тенор, с такой очень интересной барочной программой. У него было уже несколько сольных концертов у нас в саду, и я надеюсь, что мы будем продолжать эту практику. Но из самых интересных произведений прозвучит ария предсказателя Терресия, из самой известной, самой первой в истории сохранившейся оперы, которую написал композитор Якоб Перри, и которая была исполнена в 1600 году. Тогда только возник вообще этот жанр. К сожалению, предыдущие, там, двумя годами ранее написанная опера «Дафна» не сохранилась, а «Евредика» сохранилась. И вот можно будет услышать арию из первой вообще в истории оперы. Тем более, что было очень интересно. Я обычно, когда веду концерты, просто пробороченную музыку, это такой мой конек, я, как правило, рассказываю про все те произведения, которые звучат. То очень интересно, например, узнать, что все-таки это было такое торжественное событие, что эта опера прозвучала на торжественном бракосочетании Марии Медичи и французского короля Генриха IV 6 октября 1600 года в Флоренции. И вот вы сейчас услышите арию из первой в истории сохранившейся оперы. Это ужасно интересно. Ну и, конечно же, прозвучат и другие произведения самых известных композиторов барокко. Никола Пор, Парагер, Фридрих Гендель, Клаудио Монтеверди, по-моему. Там будет очень много. Генри Пёрсел. То есть вот самые такие замечательные вещи у нас будут включены в этот вот концерт. Вход для всех желающих. Ну, имеется в виду все, кто готов, кто любит. И купил билет. Ну, купил билет, конечно, это нужно сказать. Для всех желающих, конечно. Пожалуйста, приходите. Еще возможность попасть, конечно, есть. Да, естественно. Остается просто буквально на несколько дней. Я думаю, что это будет замечательно просто потому, что люди еще смогут, конечно, насладиться атмосферой и садом. Мне вообще очень нравится то, что идея провести этот вот такой перформанс, да, именно в аптекарском огороде, мне кажется, просто блестящей. Потому что, наверное, вот именно и по формату, и по какому-то уюту, что ли. Ну, ваша тема, конечно. Да. То самое идеальное место, по-моему, для такого мероприятия. Потому что много хороших садов, надо сказать. Но либо по масштабу они слишком велики, либо по атмосфере. Ну, например, все-таки у нас сад как-то тяготеет. И изначально даже была такая регулярная планировка, как во многих садах барокко. Скажем, в саду, например, там в парке Горького такой перформанс, согласитесь, будет немножко дизиционировать с обстановкой. Не потому что там плохо, а другая эпоха, другая стилистика. А у нас действительно очень уютно. Он все-таки очень камерный. Он же небольшой, на самом деле. Ну да, да, да. И он очень разнообразный по уютной структуре. Представьте себе, один мини-перформанс будет на берегу старинного пруда. По легенде, он выкопан был еще чуть ли не вот еще до основания сада. Настолько он какой-то там древний. Какие-то элементы нашего шоу будут на центральном портере. Это очень красивое тоже. То, что первое встречает всех тех, кто приходит с главного входа в ботанический сад, это наш центральный портер. Сейчас осенью он смотрится поразительно красиво. Он построен по проекту английского архитектора Кима Эдварда Уилки. То есть это на самом-то деле тоже не так просто. Это знаменитый английский архитектор над ним работал. И, конечно же, его такой простор и величие, да, очень-очень подходит для встречи. То есть у вас такой природный эрмитаж такой-нибудь. Да, да, да. И надеюсь, что это вообще будет заложено в такую традицию костюмированных музыкально-театральных перформансов. Это первый опыт. Действительно, никогда ничего такого не было. А теперь я надеюсь, что это будет сверхблестящий успех. Мы, конечно же, попробуем, чтобы записать это все где-то, потом распространять ролики для тех, кто не успеет. Хотя бы в Инстаграме выкладывайте. Ну, в Инстаграме уж точно, да. Причем из самых разных участков. Ведь и музыка, и перформансы будут распределены по всей территории сада. Вот, с тем, чтобы люди, которые даже не сумеют туда попасть, хоть увидели это все хоть как-то, и потом снова приходили на какие-то еще наши шоу. На следующие, да. Друзья, в субботу, после того, как вы отведете детей в школу, и вечер у вас будет свободный, приходите в аптекарский огород. Там будет ночь барокко. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи. И очень здорово, что есть такие люди, которые сами создают такое настроение, и люди подключаются к этому, к этой атмосфере. Спасибо вам. Было безумно интересно и приятно. До новых встреч. Ждем всех. До встречи. До встречи.